Друзья, если вы хотите увидеть в будущих видео про рыбалку ваши фотографии с трофеями, присылайте их на почту которая указана в описании под видео. Карп – прекрасные трофеи мечты каждого рыболова. Конечно, в ноябре – не самые лучшие условия для ловли карпа, однако именно в последний осенний месяц можно выловить солидного увесистого карпа, нагулявшего жир на зиму. Опытные фидеристы знают, что успешно ловить карпа можно не только летом, но и осенью. Причем время клево может не ограничиваться относительно теплым сентябрем, ее реально продлит практически до зимы. Разберемся, чем особенно ловля карпа в ноябре, на что он клюет, какие снасти использовать, чем прикармливать. В общем, выясним нюансы рыбалки на карпа в ноябре для начинающих рыболовов. Сначала скажем несколько слов о поведении рыбы. Естественно, с холодной водой ее активность падает, а к ноябрю карп совсем становится очень ленивым, практически не плавает по акватории и почти все время проводит в зимовальных ямах. Поэтому и прикармливать, и ловить его нужно как раз в местах его отдыха. Причем учитывая, что рыба в конце осени уже очень капризная и разборчивая в пище. Третий месяц осени ноябрь – это время перед льдом. Еще можно ловить по открытой воде, но рыболовы в своем большинстве уже готовят зимние снасти. Активность проявляют только хищники, остальная рыба постепенно уходит к точкам зимовки. Однако любители карповой ловли не оставляют попыток выловить трофейные экземпляры правильно делают. Именно рыбалка в ноябре на карпа может подарить заветный трофей солидного увесистого карпа, нагулявшего жир на зиму. Где ловить карпа в ноябре? Важным фактором при ловле карпа в ноябре является место рыбалки, так как карп уже очень мало передвигается и очень осторожен. К поиску точки ловли нужно отнестись с большой серьезностью, чтобы не разочароваться в рыбалке. В это время карпа ловят на небольших прудах, в которых рыбалка зачастую платная, но зато вы будете довольны. Также карпа ловят и на обычных прудах. Для ловли карпа в ноябре предпочтительнее будут маленькие водоемы, так как карп в таких водоемах далеко не расходится. Обычно карпа в ноябре ловят на глубине или в коряжнике. Хорошо карп ловится там, где берег резко уходит в воду. Для удачной ловли карпа желательно бы знать самые глубокие точки водоема. В солнечную погоду карп может находиться в точках, на которые падают лучи солнца. При снижении температуры воды рыба уходит дальше от берега, и искать ее рекомендуется на глубине не менее 3 метров. Карп поздней осенью предпочитает заглубления, находящиеся в удалении от береговой линии. При нахождении особей в зимовальной яме, на их поимку можно рассчитывать при забросе наживки непосредственно к рыбе. Нужно не забывать, что вид предпочитает или стоя или песчаное дно, поэтому при выборе места принимают во внимание этот момент, на таких участках клев карпа будет наибольшим. Если рыбалка происходит на пруду, с большой вероятностью рыба скапливается в глубокой точке водоема. На что ловить карпа в ноябре? Рассмотрим, на что клюет карп в ноябре, какую прикормку и наживку выбрать для его поимки. К ноябрю карп становится очень ленивым, практически не плавает по акватории и почти все время проводит в зимовальных ямах. Поэтому и прикармливать, и ловить его нужно как раз в точках его отдыха. Причем учитывая, что рыба в конце осени уже очень капризная и разборчивая в пище. Из наживок для ловли карпа в ноябре, лучше подойдут черфи кукуруза. На червя, если карп хорошо идет всегда, особенно сейчас, когда вода уже остыла и мелочь не будет вас доканывать. Тем более поздней осенью не стоит делать ставку только на растительные насадки. В качестве исключения могут быть только компоненты бутерброда. Например, если карп все лето на этом водоеме успешно ловился на кукурузу, можно надеть ее на крючок вместе с червем или мотылем, но только в роли добавки. Но в целом ленивая рыба будет активнее реагировать на животные насадки. Поэтому наиболее уловистая наживка на карпа в ноябре – это дождевой червь. Он извивается на крючке, своей активностью приманивая пассивную рыбу. Еще более привлекательным вариантом будет пучок из нескольких червей. Мотыль или опарыш – они нравятся рыбе своей питательностью и насыщенным вкусом, поэтому она охотно на них реагирует. Для повышения уловистости можно сделать бутерброд с обеими этими наживками. Бойлы – практически единственная смесь с большой частью растительных компонентов, которая дает результат поздней осенью. Главное – сделать такие шарики, состав которых будет привлекателен для карпа в ноябре, и рецепт их приготовления мы скажем чуть похоже. Ноябрьский карп может активно хватать бойлы и довольно вяло реагировать на червя, или наоборот. Многое зависит от того, к какой идее он привык за сезон. Но кстати о бойлах. Давайте перейдем к их изготовлению. Как приготовить бойлы для ловли карпа в ноябре? Представляем вам отличный рецепт, рассчитанный на 1 кг теста. Берете птичий корм и кукурузную крупу, или манку, пропорции 1 к 1 так, чтобы получилось примерно 400 г, измельчаете и смешиваете. Добавляете по 5%, по 50 г, костной и рыбной муки и 40%, еще 400 г, соевой. Перемешиваете. Вливаете сюда же 10 штук яиц и 10 мг растительного масла. Для аромата добавляете 5 чайных ложек тмина, корицы и чеснока. Продолжайте помешивать до образования однородного теста, лепите из него шарики подходящего размера. Варите бойлы в кипящей воде, охлаждайте и сушите в течение нескольких дней. Насадка готова, попробуйте поймать на нее, или выберите более животный вариант с червем, мотылем, опорышем. Теперь вы знаете, на что клюет карп в ноябре, так поймайте же его, осенью это тоже вполне возможно. Снасти для ловли карпа в ноябре. Снасти для рыбалки могут быть выбраны на ваше усмотрение. В ноябре карпа ловят, как и на обычную поплавочную удочку, так и на донку. Донку используют для дальних забросов, ближе к зимовальным ямам карпа. Ну а на удочку ловит карпа с берега, делая недалекие забросы. С лодки в это время карпа ловят редко, так как он очень осторожен и его легко спугнуть. Самой эффективной снастью для ловли карпа в ноябре, конечно, является фидер. Это, не подлежит даже обсуждению. Для отличной фидерной оснастки, и успешной ловли карпа в ноябре, советуют вам следующие составляющие. В общих чертах ловля карпа в ноябре на фидерную снасть, выглядит следующим образом. Сначала мы закидываем 3-4 кормушки при корма. А дальше берем небольшую кормушку и закидываем наживку. В качестве наживки используем червя, или кукурузу. Есть такое негласное правило рыбаков, чем кормим на то и ловим. С насадкой нужно экспериментировать. Но вообще что кукуруза, что червь очень хорошие насадки для ловли карпа в ноябре. Под корм следует подкидывать каждую минуту 40. Прикорм для ловли карпа. В ноябре без хорошего прикорма уже не обойтись. Для ловли карпа в ноябре вполне подойдет магазинный прикорм с ароматизаторами. Примите к сведению, что для ловли карпа лучше будет запах червей. Важно использовать прикормку в меру, стараясь не перекормить карпа, а только его привлечь. Итак, прикорм для карпа в ноябре должен быть объемный. Нужно тратить ее по 10-15 килограммов в день, чтобы привлечь уже пассивную рыбу. При этом прикармливать нужно несколько суток подряд, обильно в первый раз и поменьше, в последующие. С сильным запахом в холодной воде карпа отреагирует только на насыщенный аромат, так что подбирайте стойкий, но не слишком экзотический ароматизатор. Например, добавьте в прикормку корицу или ваниль. Питательный. На исходе осени ленивого карпа одной каши не привлечешь. Нужно что-то посерьезнее. Добавляйте в прикормку животные компоненты. Отличным вариантом будет рубленный дождевой червь или мотыль. Также хорош опарыш. Эти требования были выведены с учетом особенностей поведения карпа в ноябре и вообще поздней осенью. Соблюдая требования к приготовлению прикорма, вы сохраняете хорошие шансы на поимку карпа даже в холодной воде. Тактика карповой рыбалки в ноябре. Ноябрьская ловля характеризуется рядом особенностей. Так как вода становится прозрачной, нужно принимать во внимание, что осторожный карп, почувствовав опасность, не подойдет к берегу водоема. Сказанное справедливо не только для береговой линии, но и других участков акватории, если планируется рыбалка с лодки. Насторожить рыбу может шелест прибрежной растительности, шум, создаваемый рыбаками и так далее. Также рекомендуется маскировать снасти. Можно выбрать флюорокарбоновую леску. Осторожность соблюдают и при забрасывании оснастки. Леска не должна находиться на маршруте стаи. Если рыба замечает посторонние предметы, она может или временно уйти с участка, или отправиться на поиски другой зимовальной ямы. Рекомендуется делать заброс вместо клева карпа. В данном случае особь будет подниматься к носатке из глубины, а не плыть к ней. Для обеспечения своевременного подсекания нужно поставить сигнализаторы поклевки. Перезаброс рекомендуется делать не реже, чем через 30 минут. Долгое отсутствие поклевок свидетельствует о том, что нужно поменять место карповой ловли. Да, кстати, теперь я добавил ссылочку под видео всеми любимого магазина, Декатлон. Тут и товары для рыбалки и все для путешествий. Короче, зацените. Ну и естественно ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...